Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Четверть часа» в студии Ирины Медведева. Продолжается Петров пост, время не только ограничений в пище, но и усиленного изучения Священного Писания и житий святых. Ведь там мы черпаем знания о том, как спастись, и получаем вдохновение на этот непростой труд. Сегодня, когда Церковь чествует сибирских святых, можно почитать жития подвижников благочестия, которые включены в этот собор. Кто среди них? Прежде всего, святитель Иоанн Тобольский, день памяти которого и стал праздником Святой Земли Сибирской. Святители Дмитрий Ростовский, Иннокентий Московский, Иннокентий Иркутский, преподобный Герман Аляскинский и праведный Симеон Верхотурский. Всего более 30 человек, которые в то или иное время были связаны с Сибирью. В соборе сибирских святых особо привлекает внимание юный подвижник благочестия, отрок Петр Томский. Он прожил всего 20 лет и за это время сумел созреть для вечности. Как ему это удалось? Он родился в 18 веке в благочестивой дворянской семье в Томской губернии. Как и для дворянина, для него было открыто немало дорог, но он выбрал путь подвижничества. Как гласит житие, святой Петр с ранних лет любил молиться больше, чем что бы то ни было. Родители отправили его на военную службу, но вскоре юноша оставил мир и ушел в тайгу. Под руководством опытного старца он вступил на путь духовной аскезы. Строго постился, иногда не ел по несколько дней. Очень мало спал и со временем перестал даже ложиться. Усердно подвязался в послушании и молитве. Однажды святой Петр рубил трава и нечаянно повредил себе ногу. Тяжелую болезнь он переносил безропотно, а перед самой кончиной Господь облегчил его страдания. В них уже не было надобности. Молодой человек достиг святости и вскоре был взят в вечность. Еще один подвижник в соборе сибирских святых, тоже с юности полюбивший молитву, Блаженный Косьма Верхотурский. С детства он страдал болезнью ног и передвигался на костылях, но это не повергло его в уныние. Часто он уходил ночью из дома, чтобы помолиться. Подвергался насмешкам сверстников, но не предпочел вписанность общества своему духовному деланию. Он стал юродивым. Часто посещал богослужения и сострадал бедным. Кончина его была мирной. Погребли его в ограде Верхотурского собора. Сейчас его мощь упокоится в Покровском монастыре Верхотурья. Там же находится и икона Божией Матери Умиления. У этих двух святынь многие люди получают помощь, и даже ведется запись таких свидетельств. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Умиление. Эта икона находилась в Успенской церкви. Была написана Игуменей Ангелиной Цепелевой, настоятельницей. Близ Верхотурья тоже был еще один Успенский женский монастырь. Община была. Монастырем она буквально перед самой революцией дали статус монастыря. А так это была община женская. И вот Игумене Ангелиной, она была рукодельницей, в общем, была такая замечательная. Вот иконы писала, вышивала там. И вот эта икона, так сказать, это вот, по сути дела, ей написано и вышито вот это все. И она хранилась в Успенской церкви. И, значит, когда вот монастырь открылся, они еще только-только вот в корпус поселились, вот в этот вот, значит, и я попросил отца Спиридона, говорю, давай ему вот эту икону отдадим. Пусть она будет у них вот покровительницей, заступницей. Вот и сестры там, матушка Василиса, сразу там, ой-ой-ой, все, давай-давай-давай. Все, и тут же в этот же день все унесли к себе. В этот же день. Вот поэтому эта икона Царица Небесная и поныне охраняет, так сказать, своим благодатным эмофором сию Покровскую святую обитель. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чудотворная икона «Умиление Божьей Матери». К ней приезжает вот очень много людей, которые просят, во-первых, исцеления в каких-то болезнях, в житейских нуждах. И много людей, кому она даровала детей. То есть люди, которые, в принципе, не могли иметь детей после молитвы перед иконой, они получают просимое. И такая значимая святыня для нашей обители и для всего Верхотурья – это мощи Блаженного Косми Верхотурского. Тоже к нему приезжают люди, исцеление получают, кто с верою просит. У нас есть даже книга в храме находится, в которой записываются чудеса, происходимые и от мощей, и от иконы Матери Божьей. Ведь все же дается по вере, дается все по молитве. Если человек молится, человек верен, это есть. Значит, это чудо присутствует в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые люди говорят, не нужно погружать детей в веру. Вырастут, сами придут в церковь, если захотят. Может быть, и придут, но жития святых Петра Томского и Косми Верхотурского свидетельствуют, что и дети способны к глубокому восприятию церковной жизни, что они могут любить молиться и все свое сердце посвящать Богу. Конечно, не стоит давить на ребенка, заставлять его отстаивать службы, вычитывать молитвы и вообще искусственно встраивать детство в те характеристики, которые мы видим у особых избранников Божиих, одаренных необычными духовными талантами. Но знакомить детей с верой точно стоит, в том числе с заповедями Божьими. Заповеди – это законы, которые надо соблюдать. Но их соблюдать очень сложно. Но все равно надо стараться. У Бога существует 10 заповедей. Когда Моисей забрался на гору, он говорил с Богом 40 дней. И тогда Господь ему дал скрижали с 10 заповедями. Потом он спустился с горы и увидел, что люди забыли про Бога. Он взял и разбил, разозлился, потому что люди все забыли, кто такой Бог. И они начали поклоняться другим богам. Все люди за 40 дней стали почитать идола, золотого тельца. И Бог их простил. Ибо они раскаялись. И дал им новые каменные скрижали. Первые 4 заповеди – обращение с Богом, а остальные 6 – как обращаться с ближним. Я есть твой Господь Бог, и нет других богов, кроме меня. Не сотвори себе кумира. Не произноси имя Бога напрасно. 6 дней работая, а 7-й иди в храм Бога. Остальные 6 были – почитай мать и отца. Не убивай, не прелюбодействуй, не красть, не лжесвидетельствуй. Не пожелай жены ближнего своего, не дома своего, не раба его, не скота его. Иисус Христос пришел на землю, и его спросили, какая самая главная заповедь. Он сказал, без любви Бога всем сердцем твоим. Ближнего надо любить, как самого себя. И еще Иисус Христос дал новые заповеди, заповеди блаженства. Блажение нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажене кроткие, ибо они наследят землю. Блажене очущие и жаждащие правды, ибо они насытятся. Блажене миротворца, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блажене изгнаные из-за правды, так как их есть Царство Небесное. Блажене милостивы, ибо они помилованы будут. Блажене вы, когда вас будут поносить, гнать и всячески засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесе. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Кто исполнит заповеди, тот может попасть в рай. Жития святых помогают нам понять, как применять заповеди в жизни. А сами святые готовы помочь нам решиться на это делание и укрепить в нем. Нужно только к ним обратиться в молитве. Все святые земли Сибирской, молите Бога о нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!